Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почтить память святого равноапостольного князя Владимира. Вот как в житии князя Владимира описывается момент выбора веры. Тот ключевой момент, который из нечестивого правителя сделал святого равноапостольного мужа. Надо сказать, что князь Владимир отличался одной добродетелью, он был человеком ищущим. Вот это очень важно, когда человек ищет святую Евангелие, нам об этом говорит прямо. Блаженные, алчущие и жаждущие правды. И в другом месте священного писания мы читаем, что во всяком народе, боящийся Богу и ищущий Его приятен, И вот читаем мы о том, что князь размышлял о вере и сомневался в той религиозности, в которой он находился, в язычестве. И эти размышления привели князя к знакомству с верой народов, почитавших единого Бога. Волжских булгар, исповедавших ислам, хазар, принявших иудаизм, германцев, латиноязычных и грекоязычных христиан. Каждый из этих народов прислал в Киев послов, которые пытались повлиять на князя и высказывали свои доводы. Но только византийский посланник смог завладеть его вниманием, опровергнув доводы приверженцев других религий, и рассказав князю о спасительных деяниях Господа нашего Иисуса Христа. Посоветовавшись с боярами, князь решил отправить своих послов в разные страны, чтобы они сами составили представление о том, как живут люди той или другой веры. И вот когда посланцы, прибывшие в византийскую столицу, побывали на божественной литургии, и других богослужений в храме Святой Софии, они были совершенно поражены. Христианское богослужение произвело на них сильное впечатление, что впоследствии они докладывали о нем своему повелителю так «И не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказывать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы уже не можем здесь пребывать в язычестве». Когда Владимир услышал этот рассказ, душа его воспламенилась, и с тех пор в нем укоренилось убеждение, что эта слава, явленная во время богослужения, есть сияние истины. Тогда он решил стать христианином вместе со всем народом. Действительно, храм Святой Софии, который был построен в Константинополе, был выдающимся не просто архитектурным памятником, это была проповедь о Господе нашем Иисусе Христе. Купол храма Святой Софии, у него была такая особенность, да и есть, вот простенки между окошечками были такие тоненькие простенки, и вот когда яркое солнце, яркое солнце, и люди заходили в храм, то им казалось, что купол храма Святой Софии парит в небе, потому что яркий свет бил в окошки, как бы, и вот эти, так сказать, простеночки, они сливались, как бы, да, и даже говорили, что купол Святой Софии цепями прикован к небу. Вот. И вот это, как бы, многообразие визуальных эффектов, да, так сказать, как бы, красота, богатство храма. Мне довелось лет десять назад быть в Константинополе и видеть ту красоту, остатки той роскоши византийской храма Святой Софии. Действительно, потрясающий храм. Даже в том состоянии, в котором он, как бы, был десять лет назад, и сейчас находится, это потрясающий, не только архитектурный памятник, но и вот именно Дом Божий, он строился, как по-особому, так сказать, строился. Строители, так сказать, клали несколько рядов кирпичей, потом приглашали епископа, священнослужителей, закладывали мощи в стены храма, опять строили, опять приглашали священников, опять закладывали мощи. То есть сам храм Святой Софии – это огромный мощеник, святыня, которое, несмотря ни на что, несмотря на то, что в 1453 году Константинополь пал, София стала мечетью, и больше полувека она пребывала мечетью. Потом уже светский правитель Турции, Ататюрка, если мне память не изменяет, изменил ее статус, и в 1930 году примерно она становится музеем. И вот буквально на наших глазах мы видим, что снова происходит ее преобразование в мечеть. Но сегодня у нас не об этом разговор, а о том, что этот дом Божий, Святая София, была одной из тех вех, которая побудила наших предков, вернее, показала им красоту православного обряда, православного богослужения. Ведь не будем забывать, что богослужение в храме Святой Софии действительно было потрясающе. В богослужении единовременно, в праздничном, принимало участие несколько тысяч человек. Мы стоим, как бы радуемся, нас тут хор красиво поет, батюшка служит. Вот, уже как бы радостью наше сердце наполняется. А там несколько тысяч человек, сотни певцов, сотни духовенства. Конечно, для наших предков, которые, как бы, ну, грубо говоря, в шкурах пришли, да, как бы воинственные, так сказать, такие сильные люди, вот этот уровень цивилизации, они просто были потрясены. Это было красиво, это была красота божественная. Они в этом увидели, вот именно правду Божию, вот в этой красоте, в этой гармонии, в этих звуках. Вот, и поэтому они говорили, мы не помним, где мы были, на небе или на земле. И вот так русский человек, как бы, принял православие. Не за его, как бы, они не пришли, не сказали князю Владимиру, мы там столько книг прочитали, нам столько всего интересного рассказали. И философы ихние, и там, и они сказали, нет, мы, вот, такая красота была, что просто вот, вот это вот действительно, вот царство Божие, сказали они, да. Вот, и вот за это наши предки с вами далекие полюбили православие, выбрали православие и нами его завещали. Завещали, правда, немножко через третьи руки, потому что, как бы, прервалась связь времен, да, связь поколений. Как бы, вот мои, например, бабушки и дедушки, они в церковь не ходили, Богу не молились, да, как бы, вот, там прабабушка, да, ходила в церковь, я знаю, а бабушки и дедушки уже не ходили, родители тоже не ходили. Как бы, вот через несколько поколений, да, выбитых, как бы, из вот этого живительного, как бы, действия веры православной в нашем народе, как бы, Господь, нас, людей, которые были к этому не причастны, не, как бы, вообще никак, воздвигает тех людей, которые поддерживают эту добрую традицию, которой уже почти тысячи лет в нашем народе, которую заложил наш святой равноапостольный просветитель, князь Владимир, память которого мы с вами сегодня празднуем. Всех вас с праздником, Божьей помощи всем и благословения. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok